заходим в приложение нажимаем начать зарядку сейчас должен открыться вот этот ящик вот там находится разъем туда мы вставляем этот кабель закрывая ящик мы активируем зарядку сейчас загорится зелененько все зарядка пошла антон гуськов уже на протяжении трех лет передвигается исключительно на электромобиле говорит забыл сколько стоит литр бензина в самаре постепенно развивается сеть зарядных станций уже есть две быстрые 10 медленных первая способна наполнить аккумулятор электрокара от нуля до 100 всего за один час строительство таких автомобильных зарядок спонсируют частные инвесторы поэтому стоимость одного киловатта электроэнергии там составляет 17 рублей медленные станции бесплатные их устанавливают сетевые компании такие можно найти на подземных парковках крупных торговых центров города полной зарядки батареи автомобиля на подобной станции придется ждать не менее 10 часов зарядить электромашину можно и от обычной домашней розетки но просто так сбросить удлинитель из окна не получится для начала потребуется собрать подписи жильцов дома о том что они не против зарядки под окнами после чего электрик выведет провод на улицу такой способ самый долгий от 0 до 100 процентов нужно ждать 20 часов оплата электричества по счетчику чтобы зарядить полностью севший автомобиль придется отдать 350 рублей в среднем там в день я заряжаюсь там от 15 до 20 киловатт то есть каждый день я примерно трачу там 100 рублей летом запас хода эта батарейка где-то на 470 500 километров обеспечивает при спокойной езде то есть если езда более-менее такая динамичная то конечно запас хода уменьшается зимой зимой запас хода примерно уменьшается в два в полтора в два раза то есть где-то порядка 250 300 километров можно проехать на таком же аккумуляторе повышенный расход электричества связан с затратами на подогрев батареи и обогрев салона антон рассказывает что летом заряжает машину один-два раза в неделю зимой приходится ставить на зарядку каждую ночь для самарских владельцев электромобилей в отличие от столичных никаких дополнительных льгот не предусмотрено в москве для экологичного транспорта отменен налог разрешено движение по выделенным полосам и даже доступна бесплатная стоянка на платных парковках однако экологи не могут сказать однозначно насколько чище электротранспорт по сравнению с привычными автомобилями в любом случае электромобиль это лучше чем наш автомобиль с двигателем внутреннего сгорания без вариантов только за счет того что отсутствует тот же самый выхлоп да выхлопа нет вот только в плюс но есть минус это батарея и проблематик как будет перерабатываться эта батарея у каждого производителя аккумуляторы уникальны поэтому для того чтобы разобрать их и переработать требуется специальное оборудование поскольку в россии дилеры официально не продают электрокары поэтому сдать отработавшую свой срок службы батарею некуда приобрести новую тоже негде владельцам электромобиля остается только ехать за пределы страны где дилер осуществляет такую услугу и заменить аккумулятор там максим магомедов николай сидоров николай епифанов события